уважаемые львы и львицы я приветствую вас на канале око таро с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию торгов прогноз на неделю с 13 по 19 декабря включительно что вас ждет в этот период информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам не забывайте о том что расклад общий по каждой карте я стараюсь озвучивать максимум из того что я вижу а вы для себя берете только то что подходит под вашу жизненную ситуацию и несмотря на то что расклад общий благодаря полученным советам вы сможете избежать многих ошибок тем более если расклад начинает резонировать с вами уже с самого начала события этой неделе я рассматриваю в общем основные ее моменты связаны с работой карьерой вашими финансами возможными вложениями долгами кредитами рассмотрим ваше взаимодействие с другими людьми во внешней мере вашу личную жизнь и те кто в паре и те кто в свободном поиске постараемся рассмотреть и скрытые факторы на ближайшее время посмотрим чем для вас эта неделя закончится возьмем для вас карту основного совета и традиционно сейчас вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него обязательно получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карта которую я достану в произвольном порядке после основной выкладки всех карт и ответит на ваш вопрос в произвольном порядке разворачивается карта пятерки посохов пятерки жезлов а это говорит о том что с кем-то у вас в этом периоде может быть война борьба конфронтация либо жесткая конкуренция это как карта быстрого вестника вы сейчас все-таки думаете о своем вопросе желание кому нужно больше времени нажимайте на паузу также напоминаю что вы можете смотреть этот второй прогноз как по своему основному знаку зодиака по гороскопу также и по студенту и то и другое правильно таким образом у вас будет больше информации для анализа колода фактически готова последние штрихи думайте о своем вопросе и так начинаем уважаемые львы и львицы все карты перед вами я приступаю к чтению вашего расклада сразу хочу сказать о том что для многих из вас эта неделя будет весьма продуктивной будут изменения в основной работе это могут быть какие-то неожиданные приятные моменты для вас в текущих делах прежде всего то что касается финансовой сферы но если говорить о вашей личной жизни то здесь не все так просто и все гладко но давайте обо всем и поподробнее ваша первая карта это семерка чаш и эта карта говорит о том что в начало этого периода вы входите с хорошим настроением эта карта легкости это карта творчества она говорит о том что у вас очень много в планах на будущее возможно вы многое хотели бы попробовать чем-то поэкспериментировать ваша душа в творческом полете но для того чтобы реализовать многие из ваших надежд не хватает фундамента под ногами не хватает основательности эта карта говорит о том что вы себя очень высоко несете но это и неплохо эта карта самолюбование и того что вы себя где-то считаете умнее лучше других конечно вам хочется хорошо выглядеть если говорить о женщинах возможно вы что-то пытаетесь подкорректировать своей внешности для вас важны обновки для вас важны новые впечатления если говорить о вашем окружении то не исключу что кто-то вас может считать излишне высокомерными но вы себе по этой карте цену знаете в негативе эта карта говорит о том что свои возможности в чем-то либо вы переоцениваете либо недооцениваете возможности других людей но в позитиве все-таки ваши мечты и одежды помогают вам жить на основные события этой недели выпала прекрасная карта туза жезлов карта туза посохов она может говорить о любых новых важных для вас начинаниях о которых вы думаете и вы не только мечтаете но и пытаетесь что-то запустить как только вы начинаете включаться в определенные важные для вас процессы сами высшие силы вам будут помогать эта карта возможностей поддержки вас другими людьми то есть все те идеи которые вы будете нести во внешний мир будут услышаны другими людьми а это говорит о том что с кем-то вы удачно сможете сотрудничать и договариваться сама по себе эта карта может говорить о том что в чем-то уже на сегодняшний день вы видите хорошие плоды как результат и на будущее эта карта хорошего урожая и хороших возможностей конечно многие из вас находятся в боевом настроении вы недолго летаете в своих мечтах и эта карта говорит о прямых активных действиях конечно эта карта говорит о том что у вас еще таки план того что вы будете делать и как эта карта вашего задора и огня и она показывает вашу лидерскую натуру человека которому нужно постоянно движение в центр в сердце вашего расклада выпала карта пятерки монет так как это не простая колода это необычное таро это таро которая совмещает в себе сразу три предсказательных системы и оракул или норман и цыганский оракул плюс классическая таро в вашем случае пятерка монет проигрывается самым лучшим образом конечно она может говорить о том что у каждого из вас есть какие-то определенные затруднения по финансам на сегодняшний день в работе тоже не все гладко не так как хотелось бы но все-таки именно эта пятерка монет именно в этой колоде предвещает большую удачу и возможности эта карта говорит о том что вы трудитесь каждый день вы готовы трудиться вы готовы на чем-то работать его что-то вкладываться и вот эти ваши труды будут оправданы для кого-то эта карта может говорить о одобрении начальства неожиданной премии для кого-то неожиданный дополнительный доход или хорошее предложение из внешнего мира которая приносит вам очень неплохие деньги благодаря которым вы сможете решить многие проблемы эта карта говорит о том что без труда не выловишь рыбку из пруда вы знаете что ничто не дается просто так и у тех у кого есть основная занятость я вижу что вы готовы прикладывать максимум усилий для того чтобы что-то получить или что-то изменить для тех кто не работает эта карта говорит о том что все равно вы не сидите без дела если вы на пенсии или в силу других обстоятельств не можете работать я вижу что вы все равно чем-то заняты и ваши труды также будут не напрасны исключительно для некоторых эта карта может показывать неожиданное наследство неожиданная финансовая помощь финансовые вливания которых вы не ожидаете сразу хочу сказать о том что для многих этой неделе закончится очень положительно позитивно и вы будете радоваться жизни сейчас мы перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что происходит у вас ваших семьях ваших домах и для семейных к сожалению выпали две очень сложные карты это 9 мечей и карта 8 мечей 2 карты мечей говорят о том что доме неизбежно есть конфликты каждый из вас страдает по-своему я вижу что вы оба из-за чего-то очень сильно переживаете если говорить лично о вас то по девятки мечей возможно именно вы попытались взять на себя основную ответственность за дом за семью тем самым возложили на свои плечи не посильную ношу вот эта карта может говорить о том что у кого-то есть неясности либо по имуществу эта карта может показывать просто гос дома с которыми у вас очень сложные финансовые обязательства возможно у кого-то есть долг или кредит либо кто-то должен деньги вам конечно это все то что может вас огорчать несмотря на то что в центре расклада очень благоприятные карты пока нет возможности что-то менять в доме радикально в отношениях также возникает недопонимание возможно кто-то из вас вашим партнером находится на расстоянии таких меня могут смотреть единицы но все-таки такие есть потому что именно в этой колоде эта карта может говорить о том что с кем-то вы на расстоянии по ком-то вы грустите это может быть не обязательно супруг или супруга это может быть тот родственник которого вы давно не видели у тех у кого есть дети или внуки я вижу ваши большие огорчения из-за детей или из-за внуков если посмотреть на эту карту то много у вас есть многие блага жизни но на сегодняшний день почему-то они не приносят вам радости на вас периодически могут накатывать депрессивные состояния в особенности когда вы находитесь дома остаетесь один на один со своими мыслями вы себя сами постоянно в чем-то упекаете что вы что-то делаете не так либо вы что-то сделали ранее не так но по картам я вижу что вашей вины ни в чем нет такой вход судьбы да сейчас есть сложности но все это просто нужно пережить если говорить о вашем подсознании что я в нем вижу я вижу что вы на кого-то очень злитесь возможно из родственников возможно на свою вторую половинку у тех у кого есть сложные финансовые обязательства по этой карте я вижу что вы готовы с кем-то ругаться если говорить о вашей второй половинке он или она все-таки надеется на поддержку и помощь высших сил ваш партнер или партнерша будет готова с чем-то поддерживать я не вижу чтобы вы расстались что ваши отношения разрушились даже если меня смотрят те у кого отношения на грани разводов я вижу что есть возможность эти отношения сохранить для семейных пар я все-таки возьму одну дополнительную карту как совет и для вас выпала карта восьмерки пентаклей конечно она может говорить о том что какой-то финансовый вопрос нужно ставить ребром в чем-то вам нужно ускоряться но эта карта хороших результатов и возможностей да все на нервах но все-таки вам что-то удается сделать и эта карта говорит о том что в чем-то нужно поторопиться то что касается наших свободных львов и львиц вашей личной жизни вашей работы дел карьеры для вас выпала карта семерки посохом карта старшего аркана башни и карта старшего аркана папы и иера фанта две карты старших арканов они говорят о том что события этой недели не будут для вас проходящие но неделя для многих из вас будет очень нервной в рабочей деловой сфере возможен форс-мажор непредвиденные события обстоятельства когда вам начинает казаться что у вас почва уходит из-под ног у вас могут быть враги конкуренты или те люди которые сознательно создают вам помехи возможно именно поэтому вы будете находиться в таком воинственном состоянии и вам захочется с кем-то выяснить отношения почему потому что по башне вас просто-напросто кто-то может подвести либо что-то важное для вас в этом периоде срывается но именно в вашем случае нет худа без добра и даже какая-то негативная ситуация пойдет вам в плюс потому что закрывает ряду этих карт карта старшего аркана папы и карты говорят о том что как неожиданно вот эта проблема возникает вашей жизни также неожиданно положительно она для вас и решается карта папы может показывать покровительство определенного человека в отношении вас возможно вам кто-то протежирует помогает это может быть властный мужчина чиновник это может быть официальное лицо для кого-то это просто человек как проводник как учитель как духовный наставник за помощью которого вы обращаетесь если говорить о мужчинах львах то вы способны многие сложные задачи решить самостоятельно но если в какой-то момент вы почувствуете что вам нужна чья-то поддержка обязательно ее ищите вы получите то что ищите карта башни напрямую может показывать работу госструктуры для кого-то это неожиданные проверки если вы именно сейчас пытаетесь оформить какие-то важные бумаги или документы что-то может срываться вы на нервах кто-то некачественно выполняет свои обязательства но все-таки ваш вопрос будет решен очень большая конкурентная борьба в делах по этим картам то что касается личной жизни она уходит на второй план вам сейчас особо не до этого вы решаете другие вопросы во внешнем мире в большей степени все то что касается работы официальных моментов для кого-то из вас эти карты могут показывать громкие бракоразводные процессы если вы еще не развелись если меня смотрят пары которые находятся в стадии развода то тут идет бесконечная война бесконечные претензии друг другу но все-таки по вот этой карте вы получите то чего вы хотите на будущее я вижу что будут знакомства будут отношения даже если вы на сегодняшний день с кем-то встречаетесь карты могут говорить о том что неожиданно вы для себя можете разругаться рассориться и не исключу что кто-то этому поспособствует из внешнего мира возможно у вас есть враги карты не рекомендуют с кем-то знакомиться именно в этом периоде почему потому что в вашу жизнь могут входить люди проблемные либо психологически нестабильные и вы потом просто не будете знать как выйти из этих отношений поэтому от новых знакомств пока лучше воздержаться но позже я вижу что отношения буду даже для тех кто пока еще вообще не встречается вернемся к нашей центральной карте так как эта карта кармы и судьбы она вас призывает к тому чтобы вы продолжали трудиться чтобы вы продолжали верить чудо во что-то хорошее чтобы вы оставались на позитиве и для тех кто работает я все-таки беру дополнительную карту для вас выпала карта королевы чаш и для женщин и для мужчин эта карта говорит о хороших доходах и возможностях о стабилизации чего-либо в рабочих процессах для женщин это развитие творчески эта карта может показывать вашу подругу компаньонку возможно даже родственницу или хорошую подругу которая вас чем-то поддерживает касательно дел для мужчин информация в работе в делах что-то также может зависеть от советов женщины либо от женской поддержки но карта очень благоприятная для тех кто в поиски работы я вижу что работу вы можете найти уже в ближайшем времени об этом говорят все карты центральной линейки и шестерка посохов это подтверждает мы видим здесь письмо карта информации я так полагаю что в течение уже ближайших шести семи десяти дней вы радуетесь определенным известиям поэтому устроиться на работу вы сможете эта карта говорит о том что в чем-то вы празднуете победу чему-то вы очень радуетесь для кого-то из вас эта карта может говорить о том что вы сейчас решаете вопросы попутно документов оформлений в отношении трудоустройства с работой вам также мог бы кто-то помочь вашем окружении есть и люди на которых вы можете рассчитывать мало того что вы можете найти для себя вполне хорошую работу по этой карте вы еще очень быстро завоевываете лидерские позиции на любом рабочем месте куда бы вы не попали эта карта может показывать собеседование подачу документов рассмотрения ваших бумаг с положительным результатом и давайте перейдем в дом ваших финансов возможных долгов кредитов и в дом финансов для вас выпала карта десятки монет материальный дом выпала материальная карта что может быть лучше а это говорит о том что если у вас есть долги или кредиты вы сможете их успешно закрыть эта карта очень хорошей прибыли возможно вас кто-то еще поддерживает из ближайшие родни у тех у кого есть свой стабильный доход вы еще сами кого-то будете поддерживать и кому-то помогать из близких эта карта вашего дома семьи вашего очага и она говорит о том что вы готовы вкладывать деньги в дом в имущество и в ваших близких сама по себе эта карта может конечно показывать и предстоящие торжества которым вы готовитесь и готовитесь очень основательно если именно в этом периоде вы захотите оформить новый кредит сделать важное вложение у вас все получится любые вложения в этом периоде будут оправданы купля продажа вложения в ценные вещи все это вам даст на будущее дополнительные возможности прекрасная карта для сделок с недвижимостью если должны деньги вам я так полагаю что это кто-то из близких людей давайте все-таки возьмем дополнительную карту если у вас есть должники и для вас выпала карта двоечки монет она говорит о том что возможно вам приходится ждать возможно вы будете получать деньги небольшими частями постепенно вас это немножечко огорчает у ваших должников могут быть сейчас финансовые проблемы но я не вижу чтобы люди шли в отказ или не собирались вам деньги отдавать на внешний мир для вас выпала карта двойки мечей эта карта холодной войны напряжение она может говорить о том что с кем-то вы все-таки воюете либо с кем-то у вас есть конфликт сейчас ситуация вот этого конфликта в большей степени на самотеке вы сейчас особо ничего не предпринимаете и правильно делаете потому что по кресту именно данном периоде пока особо что-то изменить не можете эта карта говорит о том что у каждого из вас есть свой крест своя тяжелая ноша которую вам приходится нести новые люди очень ответственные и очень терпеливые эта карта может показывать и любую старую проблему которая вас беспокоит на разрешение которое может понадобиться не один день что важно что даже в самых сложных жизненных ситуациях высшие силы рядышком с вами вам помогают избежать ошибок теперь перейдем к скрытым фактором и посмотрим что может войти в вашу жизнь в период с 19 декабря о чем вам нужно знать для вас выпала карта старшего аркана солнышко карта старшего аркана императора и карта шестерки монет три прекрасные карты они говорят о том что в скрытых факторах нет негатива а наоборот эти карты показывают возможности с 19 декабря у многих начинается подъем и в работе и в личной жизни что-то вас будет несказанно радовать все эти карты показывают финансовое благополучие возможность куда-то свои деньги вкладывать возможность кому-то еще помогать если говорить о женщинах то вам очень сильно поможет мужчина эта карта может показать вашего супруга начальника коллегу для кого-то важного чиновника но с помощью мужчины решается многое благодаря мужчине в вашей жизни появляется дополнительная стабильность благоприятные изменения для дома для семьи эти карты показывают ваши огромные амбиции меня могут смотреть люди очень яркие общественные однозначно эти карты показывают уважение славу почет среди других людей если говорить о мужчинах эти карты показывают ваше стремление кем-то или чем-то управлять однозначно ситуацию своей жизни вы будете держать под полным контролем и благодаря вашему умению просчитывать все варианты наперед вы действительно избегаете многих ошибок даже личная жизнь вас начнет радовать и те кто в паре и те кто пока еще в свободном поиске для тех кто в свободном поиске эти карты могут говорить о развитии серьезных отношений и о том что вашей жизни появляется достойный человек по крайней мере все к этому идет и чем для вас завершится эта неделя на завершение этого периода выпала прекрасная карта рыцаря чаш эта карта благих вестей тоже карта радости она может говорить для кого-то о встречах о свиданиях романтических отношениях я так полагаю что многие из вас не захотят выходные сидеть дома возможно вы действительно захотите прогуляться куда-то поехать с кем-то увидится или с кем-то встретиться с человеком который вам приятен и не исключу что это будет именно мужчина если говорить о мужчинах львах эта карта может показывать вашего друга или даже родственника для кого-то карта может показывать сына молодого человека от которого что-то зависит если именно на выходные вы запланировали заранее определенную дорогу дорога для вас будет радостной и успешной поэтому поезжайте туда куда планируете возьмем для вас карту основного совета на основной совет выпала карта шестерки чаш эта карта дома семьи хлопот связанных с родными и близкими возможно с вашими детьми или внуками и у тех у кого есть дети или внуки они действительно нуждаются в вашей помощи возможно вашим деткам вам стоит дать важные направления эта карта может говорить о том что что-то нужно привести в порядок в доме и также эта карта говорит о том что вы не должны забывать об отдыхе эта карта ребячество веселья и она говорит о том что не нужно бояться иногда выглядеть наивными или смешными эта карта говорит о том что позвольте себе хоть иногда быть несерьезными позвольте себе немножечко посмеяться подурачиться эта карта близкие друзей и она может говорить о том что в вашем окружении есть люди которые вам преданы и возможно такие встречи пошли бы вам на пользу и теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта старшего аркана папесы эта карта дает ответ 50 на 50 она может предполагать то что вам не стоит пока торопиться в отношении вашего вопроса что-то вам нужно хорошенечко взвесить проанализировать эта карта осторожности интуиции эта карта предполагает то что вы видите далеко не все возможно вы думаете что вы все рассчитали все продумали эта карта может предполагать ожидания сбор информации возможно к чему-то вам нужно лучше подготовиться что-то лучше обдумать также эта карта может говорить о том что ваш вопрос чем-то может зависеть у женщины для кого-то эта карта может показывать мать женщину старшую в роду для кого-то женщину официальное лицо если вопросы касались здоровья карта может показывать женщину врача если образование женщину учителя и здесь вам предстоит определенный диалог также эта карта может вас призывать к тому чтобы вы не спешили делиться своими планами с кем-то что-то сейчас сохраняйте в секрете для того чтобы кто-то вам не смог помешать на тот период на который вы задали вопрос карта дает ответ нет но на отдаленное будущее для вас все возможно в вашем вопросе будут всплывать еще какие-то новые обстоятельства и давайте возьмем дополнительные три карты и спросил что еще вам было бы интересно знать в этом периоде информация и для женщин и и для мужчин для вас выпла карта лилий карта короля пик карта сада восьмерки пик и карта книги десятка бубен многих из вас вот эти карты могут показывать как людей очень образованных людей с большими возможностями и связями если говорить о женщинах вашем ближайшем окружении есть важный мужчина от которого что-то зависит в вашем развитии многих из вас эти карты призывают к отдыху потому чтобы вы немножечко подумали о своем здоровье карты предлагают дополнительные обследования по здоровью отдых санаторного типа поэтому если что-то подобное вы для себя планировали уже можете к этому готовиться эти карты говорят о том что вам приходится общаться с большим количеством людей и не всегда не со всеми вам действительно приятно общаться но вы вынуждены потому что все это может отражаться на ваши дела на вашу успешность вот эти карты показывают образовательные процессы возможно кто-то из вас пишет важные статьи или просто учится чему-то для себя очень интересному я вижу что у вас есть люди близкие вам по духу для тех кто учится карты говорят о том что продолжайте учиться не опускайте руки если решаются какие-то официальные моменты то тоже у вас здесь нехватка информации и вам здесь скорее всего без чьей-то помощи не обойтись вот эти две карты могут показывать важного мужчину вашем окружении чиновника политика юриста адвоката от которого тоже что-то зависит самый важный вопрос который у вас есть на сегодняшний день по-прежнему остается открытым но решить его возможно уважаемые львы и львицы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас оказалась важной и полезной подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозах всем удачи и до свидания а